Лёш, слушай, вот ты же в курсе по поводу разных уже сложившихся практик в разных странах, по поводу миграционных политик. Какие самые удачные, на твой взгляд? Самые удачные? Ну да, которые больше всего успехов делают в плане миграционной политики стран. Америка 19 века. Что там было? Я не в курсе. Ничего, хочешь приезжай и живи. Во, так я же об этом и говорил. А спор о чем был? Спор о том, что вот Freedom говорит, что должны быть границы, которые очерчивают народности. А я говорю, что никаких границ быть не должно, а рыночек порешает. Ну, границы же сами собственники устанавливают на территорию. А собственником государства же может быть и народ для этого государства. Как это сейчас. Скажем так, когда собственник государства, то это, конечно, к народу отношения не имеет. Не, ну а почему? Народ может управлять в идеальном государстве, но не управлять границами государства. Управлять, это как бы, этот, как его. Это мы-то говорим управлять. На самом деле, конечно, никакой народ не управляет это все в сказке. Ну, Швейцария, там, Исландия, к примеру. Это очень-очень относительно. А можешь пояснить, почему ты считаешь Америку, ну, вот американский опыт максимально успешный? Потому что там не было социалки. Вот, я об этом и говорил. Я не знаю, попал это на стрим или нет. Так, значит, это я не говорил, что против. Салаке не нужно. Что, ну, дело в том, что социальные программы, вот, они спонсируют появление паразитов на экономике. И они привлекают как раз-таки паразитов к тому, чтобы они мигрировали. Вот, и поэтому и нужны вот эти границы. Все из-за того, это как борьба с симптомами. Когда появляются границы, это все борьба с симптомами социальных каких-то программ внутри государства. Если у тебя есть социальные программы внутри государства, то тебе приходится в ответ на это как бы создавать границы, миграционные политики и прочее. В любом государстве существует граница. Если в каком-то определенном государстве, предположим, в каком-то определенном государстве, существуют некие социальные программы. То есть получается от этого хуже кому-то. Но только получается, что наоборот, в реальности от социальных программ в какой-то стране становится лучше для людей, и они туда и стремятся. А можешь объяснить, почему становятся лучше людям? Я вот этого не знаю. Потому что эти социальные программы дают им старт для их дальнейших действий. Я это понимаю так. А теперь скажи мне, почему я не прав. Ну, есть же кредитование. Я не знаю даже, что это такое, если честно. Ну, можно социальные программы заменить кредитованием. Ты имеешь в виду, что можно заменить социальные программы некими определенными действиями, которые пришьют людям что-либо, так? Нет. Кредиты. То есть будут выделяться не безвозмездно какие-то блага, а с учетом того, что они будут созвращены. Я могу это тоже называть социальным благом. И что вы скажете? А, стоп. Я тебе сейчас еще кое-что дополню. То, что человек получает какие-то определенные социальные блага, он потом это возвращает в виде того, что он будет начинать делать что-то и для общества, в том числе, например, на свои деятельности. Или нет. Ну, они безвозмездны, но человек, который получил, будет что-то делать. Он будет ничего не делать.